Запись идет, хлопушка. Дубль 145. Хорошо, ну что, о чем мы хотели поговорить? Ну так что, про здоровье детей. Поговорили уже. Про здоровье детей. Я переключусь на тему того, чтобы здоровье детей не просто зависит от того, как они правильно ходят или правильно двигаются. Здоровье в основном сейчас, на данный момент, мое opinion. Кстати, если я сейчас буду вставлять вот эти вот слова нехорошие, английские, американские, да, это не потому, что я выпендриваюсь, а потому, что как бы. Мы привыкли к этому. Поэтому не думайте, что мы выпендриваемся. Те, кто нас знают. Потому что мы выпендриваемся. Тоже бывает, тоже любим. Мы говорим не просто про здоровье детей с точки зрения физиологии, да, мы говорим про здоровье детей ментально. И один из моментов, который мне очень сильно понравился, который я зацепил. Первый раз, приехав в Атланту работать еще не в студии, не в Волга Дэнс Академии. Я не помню название студии. Волга Дэнс Академия это была, мы просто снимали. Да, вы снимали флор. Ты же ко мне приехала. Да, да, да. И первое, что я зацепил для себя, и что мне было очень важно, это я увидел очень смешной бокс, видимо, с какой-то другой корпорацией, которая перевозила. И там было написано The Phone Jail, насколько я помню. Тюрьма для телефонов. Тюрьма для телефонов. И как только я приехал туда и увидел это, сделал то же самое в Нью-Йорке для своих персонажей. Почему? Потому что, оторвать ребенка от телефона, мне кажется, это нонсенс сейчас. Сейчас это вообще просто какой-то апокалипсис с телефонами, на самом деле. Потому что я смотрю на своего трех с половиной летнего, если даже давать ему посмотреть туда 15 минут, выдирать, мы выдираем с криками. Просто лучше не давать телефон. Ну ему как бы и не нужно это. Но вот эта история про то, что на, посмотри мультики, мы тут сейчас быстро поработаем. Так не работает уже. Потому что зависимость начинается с самого раннего детства. Если раньше они в ящик смотрели, сейчас они ходят. Сейчас можно в ящик смотреть всегда. Ну ты знаешь, я тебе могу сказать, что это зависит от возраста детей. Потому что у меня два ребенка 8-6 лет. И когда мы в семье разговариваем на эту тему, мы пытаемся договариваться и объяснять, почему. У меня двое детей. Оба занимаются профессиональным спортом. Один занимается хоккеем, один занимается теннисом. Оба занимаются теннисом, хоккей, футбол, танцы. То есть танцы. Все насколько это возможно. Все, что мы можем предоставить для детей, мы все делаем. Чтобы развивать. Да, но профессионально это идет в одну сторону. Но они так же, как и обычные дети, которые видят, как это работает с другими детьми. Они понимают, что тем более для родителей, которым тяжело, которые не справляются, у которых очень много других проблем. И много раз проще дать телефон. Ну, конечно, проще. Посмотреть видео. Я не осуждаю. Я сама такая мать, которая может дать телефон, сказать, помолчи, пожалуйста. И я бы сказал, что это хорошая тема в плане чего? В плане того, что к счастью или к сожалению, к счастью, наверное, для мира, к сожалению, и к счастью, для нас, для тех людей, которые рануют свои студии или которые работают in person. Мы это сейчас посмотрели буквально во время пандемии, когда все были вовлечены в интернет, в социальные сети, wherever. К чему это привело? Я был один из первых, который почувствовал это, потому что до пандемии был определенный кризис творческий, как тренера, как коуча. И я почувствовал, я понял, что мне нужна именно социалити. Социальная. То есть мне нужно общаться с людьми in person. Мне нужно, так как я тренер, мне нужно общение, мне нужно трогать руку тактильно. Или поздороваться, просто вот как мы с тобой здороваемся. Просто поздороваться, потому что это немножко, мы не можем уйти только в социальный мир. В смысле в социальный мир. В телефон, в социальный мир. Мы не можем туда уйти. В медиа. И мы попробовали туда уходить. И какое-то определенное время это абсолютно... Нет, ну здесь есть свои плюсы. Ну просто когда... Я говорю про зависимости детские. Когда они там просто погружены, они там постоянно. И мы же не видим таких детей. Мы же не общаемся с такими детьми, понимаешь? Мы их не знаем. Но я общаюсь вот, когда мы общаемся с нашими детьми, их, там какие-то одноклассники или кто-то, просто постоянно там. Постоянно вот с этим. Постоянно в гаджете, постоянно что-то делают. И поэтому для них, мне кажется, самое крутое и самый быстрый способ найти себе компанию, социализироваться, это как раз наши спортивные бальные танцы. Найти себе девочек. Я соглашусь. Мальчиков. Общаться опять с противоположным полом. У меня просто бзык с этим полом противоположным, потому что это очень важный аспект. Я думаю, многие заметили в нашей федерации на этом. Да? Ты так считаешь? Ну нет, просто у меня, я считаю, что очень важно для них общаться с противоположным полом, для того, чтобы они уже понимали, как это работает в дальнейшем. Возможно, им будет проще выстраивать отношения. Для меня стил — это баланс, потому что я, опять же, к чему я говорил по поводу того, что там дети занимаются спортом у меня или в рево. Баланс между тем, что ты должен быть инволв в то, что происходит даже не в социал мире, то, что происходит с компьютерами. То есть ты должен понимать, как это работает. Ты сейчас очень интересно сказал. Ты знаешь, эти каббалисты, вот я изучаю там немножко, я тебя перебиваю сейчас, очень там один известный называю. Кто? Ему задал этот вопрос, как общаться с детьми, вот как общаться с поколением, потому что разрыв огромный, особенно вот людям, у которых там 70 лет сейчас, да, вот дедушке. Разрыв огромный. Они вообще не знают, как включать компьютер, с какой стороны подходить. А четырехлетка берет и ходит как... И он сказал, что значит, как общаться, как сминимизировать вот этот разрыв. Изучать их систему. Вы же умнее, вы же старше от мы. Абсолютно. Изучать их систему. И поддерживать баланс, но для этого, опять же, допустим, то, что я вижу от своих детей. Если ребенок инволв на 100% в тот вид спорта, который он двигается, а в нашем ситуации это в танце, мы можем это сказать по нашим детям, да, которые тренируются и которые во время кемпа, у них нет не просто желания. У нас есть фотографии с болгарского кемпа, да, где дети между тренировками, между раундами, у них не просто нету сил кликнуть на какую-то кнопку, да, они просто лежат и дай бог, чтобы выспаться. И это не потому, что джетлайк, это потому, что настолько интенсивные вещи, общение, новая культура, новая культура, куда они приехали в Болгарию. На других языках. Мы же еще танцы болгарские делали с ними. Абсолютно. Они вообще там... Абсолютно, абсолютно. И поэтому, когда мы говорим на такие темы, как использование телефонов, использование social media, конечно, это part of our life, но... Но я не говорю исключать, но минимизировать там до определенной степени, нет? Абсолютно. Для меня, когда детям становится интереснее больше разговаривать, когда интереснее больше бежать на гору, интереснее больше побоксировать во время кемпа, VK-кэмпа. Да. Интересно попередавать мяч друг другу во время VK-кэмпа. Ну, я сейчас... А если я пиарю VK-кэмп, мы здесь сегодня собрались для этого. Вот. Но смысл даже в том, глобальный смысл, это в том, чтобы мы говорили уже много раз на эту тему, не просто health issues, которые касаются... Ментальность. Ментальность, которая на данный момент, мне кажется, у многих родителей... И я понимаю, почему, потому что родители должны зарабатывать определенные деньги для того, чтобы продюс это все. Я все это понимаю, но, опять же, мне кажется, наш вид спорта, помимо того, что он настолько deep внутри, что ты можешь развивать себя многогранно. Да, но я тебе больше скажу, в Италии у нас просила у ребят, пришлите видео, пришлите какие-то фотографии, пришлите, потому что они уже были уставшие. То есть две недели в Болгарии, неделя в Италии, потом еще раз неделя в Италии. Они были уставшие, и интенсивность кэмпа вот в Кауэрле, например, настолько высокая, что они просто фотографии переслали мне, друг другу переслали, кто сегодня ответственный за телефон. Вот отдавали один телефон, допустим, Хенри, он все снимал, следующий день было в Финлэй. Они даже не хотели ходить с этими телефонами вместе, им не нужно это. Там не было времени, там не было... У них там и общение другое. Абсолютно, абсолютно. То есть ты, когда находишься в этом environment, ты понимаешь, что сесть на телефон, это то, что сейчас, допустим, очень многие дети делают, то, что я вижу постоянно в кафе, в ресторанах. Да. Это совсем другое комьюнити. Да. Вот ты согласен, что мы живем как будто в пузыре. А мне нравится, ты знаешь, я на эту тему задумался. А все живут в пузыре. А все живут в пузыре. Я на эту тему, знаешь, когда задумывался очень часто? Я задумывался, когда еще танцевал, и я понимал, что я живу в пузыре. Ну, тебе нравится этот пузырь? Ну, мне этот пузырь настолько нравился всегда. Я считаю, что наш пузырь самый крутой. И ты не хочешь выходить из этого пузыря. Почему? Потому что, ребят, у нас есть свой мир. У нас круто. У нас самые крутые тусовки. И этот самый прекрасный мир, где ты можешь общаться с интересными людьми. Да. Увлеченными людьми. Ты можешь сегодня быть... У нас был экспириенс с моей партнершей, когда мы были в Москве. Мы летели через Копенгаген в Токио. Из Токио мы станцевали в Токио. Там были один день. Полетели через Цюрих обратно в Москву. Один день мы были там. Из Москвы мы полетели в Париж. Париж-Ницца. Ницца на автобусе до Монако. И в Монако это просто... За одну неделю мы посетили столько стран. Ну, а какой еще другой спорт за одну неделю тебе даст возможность посетить столько стран? Я думаю, что даже футбол не даст такой возможности. По причине того, что я увлекаюсь другими видами спорта. Я слежу за ними. В нашем спорте языки, путешествия. Развитие физическое, ментальное, тактильное. И opposite gender. Самое прикольное, что... Красивые люди. На самом деле, знаешь, что... Да, красивые люди. И я даже... Мы с тобой разговаривали на эту тему. Я разговариваю с своими учениками на эту тему очень часто. Что ты прекрасно знаешь, для меня наш вид спорта это не продажа. Ты знаешь это, да? Но я бы не хотел, чтобы сейчас зрители, которые нас будут слушать, там, followers, whatever. Это не продажа, это просто возможность прикоснуться к этому миру с той стороны, которую мы это видим. Потому что это такой уникальный мир, это такой уникальный bubble, в котором ты живешь. И ты можешь видеть много разных странных вещей. Так же, как в нормальной жизни. Но как только ты выходишь из этого bubble, тебе хочется обратно туда сразу вернуться. Потому что это та же самая real life, но она находится в такой... В другой плоскости, что этот мир настолько прекрасен, что даже если бы я очень хотел, а я хотел несколько раз в своей жизни, пару раз в своей жизни я хотел из этого мира уходить. Потому что... По разным причинам. Я никогда не мог почувствовать такого же тенса, почувствовать такого же адреналина в крови, который я чувствую, когда я занимаюсь танцы. Концентрат эмоций. Да. И опять же, если мы говорим про гаджеты, это part of our life. Мы должны знать, как это использовать, мы должны знать, как это объяснять нашим детям, почему надо отправить сообщение или там... Ну, это понятно. Я работаю, мне звонит мама. Я сейчас говорю про... Можно я про маму скажу? Я хочу передать тебе привет. Мам, я тебя очень сильно облюблю. Если я когда-то не отвечаю на твои сообщения или звонки, прости засранца. Я буду стараться. Ну что, правильно. Да, это part of our life. Но согласись, что то, что мы делаем для наших детей, то, что мы делаем для нашего комьюнити, возвращаясь к фон-джейл, мне кажется, это настолько, ну, передовое, и очень мало людей, которые действительно на этом сосредоточены. Даже при том, что я фоллоу много очень... Я сейчас на Болгарии, на кемпах тоже отбирала телефоны у них. То есть они когда вечером расходятся по комнатам, я попросила всех взять книги, сказала, что у вас есть 15 минут позднать родителям. Все телефоны сдавали каждый вечер, сидели, читали книжки, либо общались. Ну, потому что так лучше, на мой взгляд. Но это не просто лучше, это здоровая атмосфера и это здоровое общение. Конечно, все приехали вместе, общайтесь, сидите, вас никто не напрягает ничем, знаешь, в Болгарии было очень хорошо, потому что можно было гулять, нет там проезжей части. Они ходили гуляли, у нас свободно, все, но без телефонов. У одного телефон, чтобы я их следила, где они, чтобы я знала, где они, а все остальное, как бы спокойно. И они на второй, на третий день спокойно отдавали, даже те, кто абсолютно никогда, вот Макс не хотел отдавать никакой гаджет. Он здесь просто расцвел у нас, вообще, у мальчика просто не было никаких проблем с этим. Сам первый приносил. У нас система как работает? Тренер, студент, родитель. Это треугольник всегда. То, что делаем мы для наших детей во время кемпов, во время каких-то там мероприятий, то, что делаем мы, мы их приучаем, они принимают правила нашей игры. А дальше я не знаю, как игра у них дома продолжается, насколько родители включены. Мы можем просить все, что угодно, но если они не работают с нами, то это, конечно, проблема. Не только касаемо телефонов, касаемо еды и поедания сахара, и там, допустим, недосыпа. Есть родители, которые просто не парятся о том, во сколько ребенок лег спать. И у нас есть такие дети, которые ложатся спать 4, а в 9 он уже на сборах. Он никакой, он не хочет спать, он не может есть. Они просто не отслеживают это, но не считают нужным. И мы ждем упорно, когда этот ребенок вырастет, чтобы уже сам понял, что ему нужно ложиться спать вовремя и все остальное. И питание так же. У нас есть прекрасные дети, которые просто неправильно питаются абсолютно, потом у них не хватает энергии, сахар сильно поднимается, сахар сильно падает. Это видно на сборах, на кемпах, на соревнованиях тоже самое. Засыпают посередине сборов или посередине соревнований, но я не могу следить за ней дома или за ним. Родители должны включаться. То, что ты правильно сказала, это part of education. Вот хороший пример. Он ходит и находит эти конфеты, он прям ищет конфеты и печенье. Катя, вы понимаете, он ищет конфеты и печенье. Я говорю, кто приносит эти конфеты и печенье из магазина туда, где он их ищет? Ну вы же приносите, ну это для меня. Ну не надо, вы тоже не ешьте тогда с ним. Это ненужная еда. Телефон забираете у него, отмечаете. На это я думаю, что мы потихонечку подходим к чаптеру 2 нашего сегодняшнего общения. А что за чаптер 2 у нас? Чаптер 2 это как родители проживают свою жизнь через детей. А, да? Да. Мы об этой боли номер 2 поговорим в следующем выпуске. Она такая больная, что лучше ее переварить сейчас. Ну хорошо. И поговорим в следующем выпуске. Хорошо. Но, как говорят там, stay tuned. Stay tuned. Tuned. Увидимся в следующем эпизоде.